Человеческий глаз – удивительный оптический прибор, сконструированный создателем и дарованный нам в применении до конца наших дней. Но существуют очень грозные заболевания и патологии, которые могут привести к слепоте. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами программа «Семейный доктор» и тема нашей передачи – дистрофия сетчатки. О том, как можно сохранить наши глаза здоровыми, а зрение стопроцентным, расскажут врачи-офтальмологи 5-й клинической больницы города Алматы. Не переключайтесь, будьте с нами. Человека хорошего, благожелательного и искреннего можно узнать и по его глазам, ведь глаза – это зеркало души. Благодаря зрению мы воспринимаем 98% информации от окружающего мира. Орган зрения – это один из пяти чувств, которые принимают информацию. Если говорить об органах зрения, оно состоит из глазного яблока и вспомогательных органов. В вспомогательном органе это относятся веки, окологлазные мышцы, которые отвечают за движение глазного яблока и слезная железа и слезовыводящие протоки, которые омывают глазное яблоко. И второе – это глазное яблоко. Глазное яблоко состоит из трех оболочек. Это соединительная ткань, то есть к ним относятся к клера и роговицы, и сосудистая оболочка. К сосудистой оболочке относятся непосредственно к сосудистой оболочке, и радужке, и силиарное тело. И самое последнее – это внутренняя часть – это сетчатка, которая отвечает за преобразование информации. То есть, и помимо этого, в глазном яблоке есть оптические среды, то есть, которые пропускают световой луч. К ним относятся роговица, как вы говорили, потом хрусталик и стекловидное тело. Самое, как мы знаем, глазное яблоко, то есть орган зрения, основная функция – это получение информации, то есть изображений и преобразование ее нервным импульсом, который воспринимает головной мозг. Какую же функцию выполняет сетчатка и из чего она состоит? Это тоненький слой, состоящий из нескольких подслоев, скажем так. Скопление пигментных клеточек, сосудистых, допустим, стволиков, нервных молокон, элементов, которые помогают преобразовать световой импульс, то есть прохождение света, попадание сетчатки, он в дальнейшем преобразуется в нервный поток, который через витиленерв попадает в мозг, и тем самым мы понимаем, что мы видим. Здесь можно провести аналогию с фотоаппаратом. Сетчатка, находящаяся на задней внутренней стенке глазного яблока, работает де-факто как матрица-пленка. Мозг же, в свою очередь, процессор, обрабатывающий данные и информацию. Но существует грозное заболевание – дистрофия сетчатки, которая может привести к нарушению гармоничного механизма работы этих двух составляющих. Заболевание дистрофии сетчатки, оно бывает двух видов, то есть врожденное и приобретенное. Обычно во многих случаях встречаются приобретенные, а врожденным относятся на фоне генетических заболеваний – это пигментная амбитрофия сетчатки, простонуре или говоря – это куриная слепота, и белоточечная дистрофия сетчатка. Сложные нарушения, происходящие с тканью глаза, внутри самого глаза, которые могут быть связаны с различными причинами, и с образом жизни человека, и с его профессиональными обязанностями. Можно связаться с нарушениями обменных процессов в организме, то есть с наличием хронических заболеваний, связанных с проведением крови, с артериальным давлением, с наличием глюкозы, повышенной, естественно, выше нормы. Нарушение пущенной функции. В общем, масса причин, которые могут к этому приводить. Действительно, причины развития дистрофии различны. Также это заболевание вызывается изменениями в сосудистой системе глазного яблока. Эти изменения могут быть вызваны старением организма, интоксикациями и т.д. Особенно часто заболевание вызывает миопии. Миопия – это близорукость – заболевание, при котором человек плохо различает предметы, расположенные на дальнем расстоянии. При близорукости изображение приходится не на определенную область сетчатки, а расположено в плоскости перед ней. Причем, чем тяжелее форма миопии, тем выше риск развития дистрофии сетчатки глаз. Измененная форма глазного яблока приводит к появлению участков истончения сетчатки. Многие формы дистрофии внутренней оболочки глаза наследуются. Иногда это заболевание развивается у женщин при беременности. Рожденный раньше до 32 недель беременности. То есть на фоне того, что мозг новорожденных полностью не сформировался, идет гипоксия сетчатки, то есть идет нарушение кровообращения по периферическим частям, то есть кислород, кровь не доходит. За счет этого идет омытвение по периферической части сетчатки. Все виды дистрофии сетчатки имеют общие признаки, которые заключаются в прогрессировании зрительных дисфункций и дегеративно-дистрофических изменений волокна сетчатки. Стоит выделить несколько основных видов дистрофии сетчатки глаза. В первую очередь дистрофию сетчатки делят на врожденную и приобретенную. Врожденная дистрофия является генетически обусловленным, передающимся по наследству заболеваниям. Самой распространенной формой врожденной дистрофии является пигментная дистрофия сетчатки глаза. Есть пигментный, появляется на поверхности самой сетчатки, которая мешает таким образом понимать изображение, которое перед нами находится. То есть это место, человек его видит как пятно. То есть выпадает из центрального зрения участок, который через это пятно не проходит информация. Все врожденные дистрофии являются неизлечимыми, неуклонно прогрессируют и приводят к значительной необратимой потере зрения. Приобретенную же дистрофию можно разделить на центральную и периферическую. Периферические нарушения в сетчатке может человек сразу не заметить, но в дальнейшем нарастают такие жалобы, как мелькание, проплывающие какие-то мелкие частицы перед глазами. Тоже будет понятен вопрос, что надо смотреть более углубленно в широкий зрачок, сетчатку, ту, которая недоступна в обычный диаметр зрачка, который мы в процессе жизни используем, не расширяя его. Чаще всего встречается при близорукости. В центральном форме сетчатки основная причина это нарушение кровообращения сетчатки. То есть на фоне сопутствующих заболеваний сахарный диабет, артериальная гипертензия, артецклероз сетчатки и других заболеваний идет нарушение кровообращения сетчатки. И на сетчатке появляются как бы дистрофические изменения, то есть нарушается обмен веществ. И на фоне этого появляются так признаки дистрофии сетчатки. Больной начинает предъявлять жалобы. Так какие же жалобы и симптомы предъявляют пациенты? При этой дистрофии сетчатки часто больные жалуются на как бы точки перед глазами, на мошки перед глазами, на искажение предметов, то есть когда прямо смотрят, искажается предмет, на молнии перед глазами, помимо этого вспышки по ночам они видят. Вот такие как бы жалобы предъявляют, да. Какие методы диагностики применяют? Здесь, которые стоят в этом кабинете, УЗИ-глаза, АБС-камер, за моей спиной щелевая лампа, в которой можно будет посмотреть проходимость света по оптической системе глаза. И тонометр, рефрактометр, рефкератометр, офтальмоскоп. На нашем кабинете мы можем только за счет офтальмоскопа и АБС-сканирования иметь представление о сетчатке глаза. Была произведена лечебная манипуляция пациенту, которая прикреплена к 5-й городской клинической больнице. Мы решили опросить ее, с какими жалобами она обратилась. Было повышенное давление, на которое я не чувствовала и, естественно, не мерила. А когда произошло кровоизлияние, стало измерять, у меня высокое давление. Ну и еще начальная стадия сахарного диабета. Левым глазом, можно сказать, не видела. Правый глаз был нормальный, а в левый глаз было кровоизлияние. Не вот такой красный глаз, а кровоизлияние было в стекловидное тело. Это внутри. Я только чувствую, что никогда что-то не вижу. А так снаружи было нормально. Не было никаких проявлений. Проблемы зрения у меня начались в конце августа. Утром проснулась, а левый глаз почти не видит. Летают черные птицы. Ну, пошла, обратилась в нашу поликлинику. Врач посмотрел, назначил курс лечения. Ну, курс лечения больше месяца я проходила. Колол. Не только уколы были внутримышечные, но и внутриглазные. Так же он делал все время. У меня даже синяков не было под глазами от этих уколов. Ну, вот больше месяца курс лечения прошел. Сейчас кровоизлияние почти все рассосалось. Вот сегодня я пришла на контрольную проверку. Сказал, что отслойки сетчатки нет. Ну, возрастные изменения, конечно, возраст он свое берет. Куда делается. Но сказал, что, в общем-то, продолжить нужно еще небольшой курс лечения провести. Проводится на сегодняшний день, предлагают внутриглазные инъекции, которые помогают эти участки дистрофии сдерживать, не давать им развиваться. Это самые передовые на сегодняшний день. Проводятся витриальные хирургические такие операции внутриглаза тоже с учетом этих вещей. Лазерная хирургия чаще используется, но не касательно этой центральной зоны периферии. Чаще лазер используется. Остальное все можно отнести к центральной. И поддерживающая терапия медикаментозная, которая в комплексе к этому присоединяется. Без этого не обходится ни одно лечение. Так или иначе, кабельная форма здесь слабо функциональна, потому как отрезочек, который мы сейчас с вами рассматриваем, называется задним. Кабельная форма чаще применяется на передней, то есть на поверхность, которую мы друг у друга видим. Тут роговицкая медика, а сетчатка – это уже задний отрезок. И в глубине глаза кабельная форма, к сожалению, так глубоко проникнуть не может. Только теоретически, с учетом кровообращения. Существует комплекс упражнений для улучшения зрения. Первое. Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь. Ветку дерева, растущего за окном, можно наклеить на стекло крохотный кружок из бумаги. Затем направьте взгляд вдаль, стараясь увидеть максимально удаленные предметы. Второе. Горизонтальные движения глаз направо и налево. В-третьих. Движения глазными яблоками вертикально вверх и вниз. И в-четвертых. Круговые движения глазами по часовой стрелке и против. Каждое упражнение нужно повторять не менее шести раз. Ну, самый простой совет для пациентов – это минимум один раз в год осмотр окулиста. То есть непосредственно при обследовании в многих случаях случайно определяем дистрофию сетчатку. Помимо этого, здоровый образ жизни. То есть свежий воздух, лечение сопутствующих заболеваний. Если у вас там сахарный диабет, давление, надо лечить свое основное заболевание. Углубляться в обследовании, задавать вопросы, добиваться ответов, получать необходимые рекомендации. Не забывайте о предложенных режимах. То есть доктор, который будет наблюдать пациента с подобным нарушением, он должен бы все расписать четко. Как относиться ему к питанию, какие нагрузки. Свет обеспечить хороший. Не забывайте про то, что не сидите в полэтмене, заниматься там каким-то любимым делом. Н, К, И, Б, М, Ш, И, Б. Возможность видеть, дорогие телезрители, поистине этот драгоценный дар. Но, к сожалению, оценить его многие могут лишь при угрозе потери зрения. Почаще уделяйте внимание своим глазам и посещайте врачей-офтальмологов. С вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя и будьте здоровы. Б, К. Б, К. Продолжение следует...